Всем привет! Сегодня урок про камеру для LAW 2D. Что за камеры такие? Ну, их есть несколько видов. Мне нравится камера от Kikita. Называется Гамера. Библиотека Гамера. Вот давайте посмотрим, как ее использовать. И вообще, что такое камера? Вот представьте, вот этот большой рисунок, это наше игровое поле. А игрок видит небольшой кусочек нашего игрового поля через какое-то окошечко. Вот это и есть игровая камера. Камера, которая позволяет смотреть на наш большой мир через какое-то окошко. Мы можем задать размеры этого большого мира и можем задать размеры вот этого окошка. Причем, благодаря библиотеке мы можем в любой момент менять размеры окошка, через которое смотрим, и менять размеры мира. Для чего? Например, у вас был какой-то уровень, и вдруг по сюжету он увеличился в два раза. Просто без перезагрузки уровня в камере я покажу с помощью определенной функции. Вызываем. Так, ну я тут небольшой примерчик набросал на несколько строчек. Давайте сразу посмотрим, как он работает. И я буду объяснять построчно. Так, вот этот розовый кружок, допустим, наш игрок. Вот видите, если я начинаю выходить за край экрана, за край видимого окошечка, то начинает двигаться большая картинка. Вот, если я дохожу до края, до левого верхнего, то начинает, видно, что камера позволяет, уже камере некуда двигаться, и она позволяет подойти к краю. Что делать в том случае, когда вы хотите, чтобы ваш игрок всегда оставался в центре, или, например, край вашего рисунка всегда рисовался ближе к центру. Это все просто. Немножко я перескочил вперед. Зададим границы. Минус 200. Минус 200. Так. Да, пожалуйста. Что мы задали. Начало координат. Давайте я еще раз запущу. У нас наша окружность находится в координатах 0,0. Но я добавил такие бордюры из пустоты, в которых мы не рисуем. 200 и 200 пикселей. Обычно я так не делаю, просто показываю, как это работает. Так. Давайте посмотрим, как подключать нашу камеру. Стандартно. Положил в библиотеку library lib файл гомера, который мы берем по этому адресу. Так. Здесь, кстати, подсказка. Ну, здесь все написано на английском языке. Все понятно. Я для вас перевожу это на русский язык. Плюс свои примеры. Так. В глобальную переменную, любую, ну, я назвал камера. Require-ом загружаем в библиотеку. Так. Теперь с помощью этой библиотеки, камера new, создаем новый игровой мир. Большую картинку. На которую мы будем смотреть через окошко. Присваиваем нашу камеру другую переменную, кам. Все. Теперь мы можем пользоваться нашей камерой. Тут же мы можем поменять размер этого большого мира. Видите. С помощью метода come.setWorld мы можем изменить размеры картинки. Эти вот бордюрчики и ширина и высота нашей картины. Дальше. Это можно делать, кстати, в любой момент игры. Уменьшать, увеличивать, как вам надо. Например, вы хотите ограничить просмотр какими-то координатами, какими-то размерами. Пожалуйста. Можете, например, с 200 координаты 200-200. Тогда ваш игрок не сможет посмотреть то, что находится в координатах. По координатам. Ну вот, например, вот здесь 200-200. И игрок уже не сможет сдвинуть камеру сюда. Дальше. Пользуемся камерой. SetWindow. Это указываются координаты, где у нас сейчас находится окошко. И его ширину и высоту. Тоже можно менять в любой момент. Ну, понятно, эти вспомогательные перемены XYScale и NewAngle я использую для того, чтобы потом скроллировать перемещатель. Окошко по большому миру. В этом примере. Так. Как рисовать с помощью камеры? Все как раньше. Но, то, что мы рисуем на большой картинке, должно быть заключено внутри функции. кам. И здесь, видите, параметром идет функция, которая получает 4 аргумента. L, T, W, H. Она в L, T, W, H. На экране я их отображаю. Сейчас мы понаблюдаем. В L попадает количество пикселей от левого края большой картинки до левого края окошка. Потому что это L, это от левого края. T, это от слова топ. А в T попадает количество пикселей от верхней границы большой картинки мира до нашего окна. Так. Дальше идет, попадает, W, H. Это текущая ширина и высота окошка, через которое мы смотрим. Дальше я рисую какие-то прямоугольники, которые выходят по границам. Ну вот, давайте запущу, не двигаясь. Вот этот прямоугольник, например, выходит далеко за границей экрана. Давайте и второй прямоугольник я сейчас тоже продлю. Вот он закрашенный, пусть будет у нас 820. Да? Ну вот, видно, один прямоугольник уходит сюда, другой сюда. Начинаем двигаться. А XY, видите, красным. Это координаты нашей окружности, которой я двигаю. Камера устроена так, что она центрируется по нашему объекту, по установленной позиции. Ну, дальше я покажу, какой функцией я пользуюсь. Так, мы видим, что L, T, W, H равны 0, 0, 640, 680. Так как мы не двигаем сейчас окно. Вот давайте подвину немножко вправо. Вот уже показывает, что слева у нас 27,7 пикселей. Сверху H еще 0. Вот идем вниз, вот показывает, что в T у нас уже 34 пикселя. В принципе, это нужно для каких-то вычислений. Смещение между реальной картинкой большой и экраном. И окном, через которое мы смотрим. Некоторые такие функции, преобразование координат для работы, например, с мышью, уже встроены в библиотеку Гомера. Есть. Ну, давайте потом по документации пройдемся. Я расскажу про это. Итак, видно, что вкроллинг происходит. Но почему-то красный цвет, видите, прямоугольник и текст не скроллится, а фиксировано выводится на экране. Как я этого добился? Все просто. Просто тот текст, который выводится сверху, вне камеры, мы рисуем после вызова функции CamDraw. Так что никакие масштабирования сдвиги не работают на вывод оставшейся графики. Так, я вам еще не продемонстрировал, что у нас возможно делать масштабирование. Камера легко с этим справляется. Как бы приближает, удаляет. Иногда в играх можно это хорошо использовать, чтобы акцентировать внимание, например, на двух игроках, на двух игроках, которые друг от друга отбежали. Так, ну, также можно поворачивать камеру. Она тут так интересно не по центру вращается, потому что автор пишет, что он постарался сделать так, чтобы камера по возможности центрировалась по координатам, указанным в позиции окна, и при этом не показывала выходящие за границы большой картинки черные полоски. Ну, вы, наверное, видели, когда смотрите широкоформатный фильм, например, на дисплее с соотношением сторон 4 к 3, вы видите черные полосы сверху и снизу, ну и так далее. Вот такие эффекты попытался автор минимизировать. Хорошо у него получилось или нет, ну, вам судить. Так, как же мы управляем камерой? Понятно, для рисования, вот у вас уже есть готовый проект, ничего менять не надо. Вначале подключаете камеру, настраиваете размеры, рисуете, обрамляете, точнее, окружаете ваш текущий вывод графики вот таким префиксом, таким суффиксом. Все, все должно работать. Ну, осталось добавить движение камеры, например, за вашим героем. В данном случае я добавил простейший опрос клавиатуры, x, y, вот вызываем камера, setPosition. SetPosition у нас совпадает с центром розовой окружности. Так, дальше что здесь? Scale. Scale это я масштабирование меняю. Тоже вызываем функцию cam.setScale. Тут написано в два раза. Ну, не в два раза, если сюда мы двойку поставим, да, тогда камера будет увеличивать в два раза картинку. Так, ну и поворот. NewAngle. Тут все просто. Используем функцию cam.setAngle. NewAngle. SetAngle просто. Так, ну какие-то у меня аспекты еще. Давайте посмотрим в документации, что у нас осталось. Вот, камеру можно опрашивать, ее текущее состояние получать. А если вызвать cam.getWorld, то он вернет, в принципе, в любой момент можно, не как вот нам функция выдавала здесь, да, мы можем те же самые значения получить с помощью вызова такого метода. cam.getWorld. GetWindow то же самое возвращает уже нашего мира. cam.getVisible это координаты текущего окошка возвращает то, что сейчас мы видим. Написано, что совпадает с теми же параметрами, которые мы получаем вот здесь, да. А про это я немножко вам неправильно сказал. Это совпадает с теми параметрами, которые мы задали вот здесь. Вот с этим виндовом, по-моему. Так. GetVisibleCorners. Если мы поворачиваем камеру, вот как я вам сейчас показывал на угол, то мы можем получить координаты тех углов, которые из-за поворота камеры... Вот давайте еще раз запущу, покажу. Нужно тут отойти сначала. Сейчас отойдем. Давайте еще раз попробую продемонстрировать. Мне нужно было делать в примере не черный фон. Вот. Ну вот тут небольшое искажение видно. В любом случае, то, что не должно показываться, координат вот этих углов на большой картинке мы можем получить. Иногда игроки умудряются читерить, пытаются посмотреть на те области, которые автор игры им запретил смотреть. Так, дальше. Ну, GetPosition, понятно, текущие координаты возвращает. GetScale, текущий масштаб и текущий угол. Есть очень полезные два метода. Трансформация координат. ToWorld переводит экранные координаты в координаты большого мира. Причем учитываются и поворот, и масштаб, и так далее. Написано, полезно для работы с мышью. Показываю, что это такое. Смотрите. Вот пока мы не сдвинули, пока мы не изменили масштаб, у нас координаты совпадают экрана. 0,0 равно координатам 0,0 на большой картинке. Стоит нам сместиться. Видите, уже LT увеличились. Поэтому клик, например, на точку 0,0 уже будет настоящими реальными координатами мира 97,77. Ну, а если уж мы начинаем вращать камеру, то там вообще. Для чего это нужно? Когда мы пишем, например, редактор или нашу какую-то игру с масштабированием, и видим фрагмент нашего уровня, мы можем клик нашей мышки с помощью этой функции преобразовать координаты экрана, где мы кликнули, на реальные координаты большой картинки, чтобы найти объект по реальным координатам. Ну и обратное преобразование экрана. из координаты большого мира на экран. Тут написано, что возвращают реальные координаты, которые сейчас на экране. И можно использовать для иконок или мини-карт, например. Ну, тут часто задаваемые вопросы. Кто-то там жалуется. Вот, теперь при увеличении и уменьшении наш уровень выглядит таким размытым. Как это предотвратить? Ну, тут написано, что love использует по умолчанию фильтрацию, как раз такую с размытием. И чтобы это предотвратить, нужно в love.load такую вот команду, чтобы при масштабировании не использовалось сглаживание. Ну и также на каждую индивидуально загруженную картинку можно такой фильтр применить. Так, какие-то примеры. Ну все, на этом урок заканчиваем. Удачного использования камер. Хочу сказать, что есть такой ресурс love2d awesome, и там перечислены, кроме камеры, гаммера, по-моему, еще три другие камеры со своими плюсами и минусами. До новых встреч!